Жизнь и смерть близкие соседи В раю под названием Коста-Рика Несмотря на постоянную угрозу, здешняя фауна процветает в изобилии Её питают щедрые дары земли и моря, а безустанная борьба за существование поддерживает природный баланс Это дикая природа Коста-Рики Уютно расположившись в тропическом поясе Центральной Америки Коста-Рика называет себя Пура-Вида, край чистой жизни Тысячи лет оливковые черепахи Ридлэй Мигрировали на этот пляж Коста-Рики на побережье Тихого океана Полчища Ридлэй приплывает сюда из дальних и ближних морей Часто в декабре всего за неделю на берег выбираются сотни тысяч черепах В морских глубинах оливковые черепахи живут поодиночке Что руководит их ежегодной миграцией, остаётся загадкой Однако цель этого путешествия очевидна Это явление называют Арибада, прибытие А для многих животных оно означает долгожданный пир Каждая черепаха задерживается на суше около часа Тщательно выкапывая гнездо для будущего поколения Это 45-килограммовое Ридлэя откладывает около сотни яиц попарно Но в первые дни после появления на свет Выживет не больше горстки детёнышей Сущность Арибады состоит в синхронном гнездовании Достаточное количество черепах откладывает достаточные яиц Чтобы достаточное количество вылупившихся и выживших детёнышей Продолжили этот древний цикл Разрешившись от бремени, она торопится к морю И вернётся сюда только через год Грифы не просто наблюдатели Они хорошо знают этих черепах Яйца, которые оставили самки черепах, станут для них питательным блюдом Вскоре к столу пожаловали и серые клювачи Одни черепахи уплывают, другие прибывают Арибада длится целую неделю У кромки леса Куати терпеливо ждёт, когда его будущая трапеза окажется в песке Для родственников енотов, костариканских Куати, черепашьи яйца деликатес, которым не хочется делиться Каждое яйцо — это ревниво оберегаемая добыча Коста-Рика означает богатый берег Так мореплаватели прозвали его в надежде найти здесь золото Золотом этот край не славится, однако здесь множество других природных богатств Между линией берега и лесом находится ещё одно уникальное царство В мангровых зарослях речных эстуариев вводятся крокодилы Здесь, в заповеднике Остеональ, крокодилы вырастают до пяти с лишним метров в длину Естественных врагов у взрослых особей нет Большую часть времени они проводят в воде, но часто выползают погреться на берег Чтобы не страдать от перегрева, крокодилы охлаждаются, раскрыв пасть В период размножения крупный самец утверждает своё господство над остальными Поднятая голова самки свидетельствует о том, что она готова подчиниться Это входит в ритуал ухаживания Поднятый хвост и шумный плеск Дают остальным самцам понять, кто здесь главный Самка подаёт знак, что готова спариться И у рептилий начинается неспешное ухаживание ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы возбудить самку, крокодил пускает пузыри Затем он поднимает хвост, демонстрируя свои внушительные габариты ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самка вторит ухаживанием своего партнёра ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Капуцины добывают корм везде Подстилки до крон деревьев И едят всё, что найдут Насекомые, яйца, ящерицы, лягушки Им по нраву почти что угодно Сегодня в меню спелые плоды пальмового дерева Щедрый дар для вечно голодной стаи Каждый день эти обезьяны проходят по лесу 2-3 километра В поисках новых источников пищи Белка опрометчиво покидает гнездо, чтобы раздобыть пропитание для бельчат Капуцин не упускает такого шанса И пожирает её детёнышей Мясо у капуцинов в почёте И сегодня этот альфа-самец наелся досото Рацион крокодилов тоже отличается разнообразием Поскольку добыча зависит от их возраста и размера Этот юный крокодил поймал голубого краба И поскорее разделался с ним Пока добычу не отнял более крупный сородич В этом девственном лесу удача и провал Жизнь и смерть пугающе непредсказуемы Выживание зависит только от случая Чёрная игуана заметила добычу Она готова напасть Но её опережают муравьи-кочевники На своём пути миллионная армия муравьёв Не встречает в лесу ни преград, ни врагов Когда они безжалостно бросаются в атаку Лесные обитатели разбегаются кто куда Но их терпеливо поджидают Другие хищники Другие хищники Перед лицом постоянной опасности возникают странные симбиозы Например, между акацией и муравьями, которые на ней поселились В отличие от мародёрствующих муравьёв-кочевников Акациевые муравьи обустроились в полых шипах этого дерева Акация также обеспечивает муравьёв питанием Выделяя нектар из желёз на стебле Колония растёт и развивается Благодаря сладкому питательному нектару А в обмен на пищу и кров муравьи защищают дерево от существ Которые могут посягнуть на листву Своими мощными челюстями Акациевые муравьи кусают всех незваных посетителей Вне зависимости от их величины На сигнал тревоги Сбегаются остальные муравьи И вместе прогоняют непрошенного гостя Акциевые муравьи В дождевых лесах Коста-Рики у муравьёв мало врагов. Но одно создание – искусный муравьиный палач – лягушка-древолаз. Эти смертельно опасные амфибии носят яркий окрас, который предупреждает других хищников о том, что их кожные железы выделяют сильнейший яд. Муравьи для них – любимое лакомство. Считается, что лягушки получают токсины как раз из своего муравьиного рациона. С наступлением ночи в лесу разворачивается совершенно иная картина жизни. Невидимые хищникам в темноте, мириады насекомых выходят кормиться. Ведущее место среди них занимают гусеницы – главные пожиратели листвы. Их безграничный аппетит представляет угрозу многим растениям. Чтобы сократить ущерб от прожорливых гусениц, некоторые растения изобрели химическое оружие и потому содержат сильные токсины, такие как цианид и стрихнин. В ответ многие гусеницы выработали способность нейтрализовать химические вещества в процессе пищеварения и выделять их для собственной защиты. В результате определенные виды гусениц питаются только теми растениями, к еду которых они иммунны. Летучие мыши помогают лесу, поедая насекомых и опыляя растения. Летучие мыши помогают лесу, поедая насекомых и опыляя растения. Короткохвостые листоносы собирают нектар с ночных цветов и переносят пыльцу с одного растения на другое. Опавшие плоды источают резкий запах, который привлекает летучих мышей. Семена, которые проглатывает летучая мышь, распространяются по лесу, получая шанс прорасти. Трехусый звонарь кличет свою подругу. Вершины Коста-Риканских гор покрывает влажный тропический лес. Над горами зависают пригнанные пассатами с Карибского моря облака. Благодаря им в лесу всегда повышенная влажность. Туманный лес – это край узловатых деревьев, усеянных орхидеями. В этой теплой влажной среде обитают одни из самых экзотических существ в мире. Более 50 видов калибри живут в этом лесу. Многие из них питаются цветочным нектаром. Квизаль считается самой красивой птицей нового света. И он, пожалуй, самый знаменитый здешний обитатель. Семейная пара квизалий растит свое потомство весной. Гнездо они устраивают в дупле дерева. Самец с причудливым оберением то и дело возвращается к своей супруге и двум птенцам с плодами дикого авокадо. Неподалеку в крохотном гнездышке устроились птенцы калибри. Они ожидают, когда мать принесет нектара. Эта смоковница обеспечивает лакомствами множество лесных птиц. Птицы распространяют семена инжира по всему лесу. Это только на пользу дереву. Опавшие плоды пойдут на пропитание семейству Куати, которые также будут распространять семена. Вскоре аромат спелых фиг привлекает и других животных. А запах крысы привлекает удава. Редактор субтитров А.Семкинс Цепко удерживая крысу острыми зубами, змея обездвиживает и душит свою жертву. А затем проглатывает целиком. А затем проглатывает целиком. Обезьяны-ревуны – идейные вегетарианцы. Они проводят большую часть времени, поедая листья и оповещая сородичей о границах своей территории. Ревуны – самый распространенный вид обезьян в Коста-Рике. Они живут стаями и методично прочесывают лесной купол в поисках пищи. Они крайне избирательны и едят только лучшие ростки определенных деревьев, извлекая из растений максимальное количество белка. Чёрные игуаны разделяют их любовь к цветкам жёлтой табибуи, чьи соцветия – настоящий деликатес. При таком изобилии лакомства хватает на всех. Играет музыка. Внизу на лесной подстилке назревает конфликт. Это жук Геркулес. Самый крупный жук в Центральной Америке и самое сильное насекомое на Земле. На его территорию вторгся другой самец. А подобное поведение обычно предвещает драку. Оба противника длиной 15 сантиметров и весят по 50 граммов. Их силы равны. Наглый конкурент придвигается ближе. Местный чемпион демонстрирует внушительные рога в знак устрашения. Но нападающий бесстрашно сокращает дистанцию и атакует соперника. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нападающий проиграл бой за территорию. Он отправляется восстанавливать силы для реванша. Беличий саймири живет в пойменном лесу Тихоокеанского побережья Коста-Рики. Это одно из самых активных существ в Центральной Америке. Саймири находятся под угрозой из-за сокращения ареала обитания, но здесь они благоденствуют небольшими популяциями. Благодаря скромным размерам они резво скачут по хрупким веткам, охотясь на сочных насекомых, таких как гигантская саранча. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20-сантиметровую саранчу поймать непросто. Но питательное блюдо того стоит. Во время игры молодые беличьи обезьяны учатся навыкам, которые пригодятся им в самостоятельной охоте. Пока что они весело резвятся в джунглях и наслаждаются беззаботной жизнью. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует... Продолжение следует... В год выпадает целых 380 сантиметров осадков. Здешние обитатели привыкли мокнуть под дождем. Такая влажность подходит черепахе, которая лакомится вкусными спелыми плодами. Если дождь еще больше усилится, черепаха просто спрячется в панцирь. Остальным тварям прохладный дождь приносит долгожданное облегчение от жары. В мангровых зарослях на побережье новорожденные детеныши усваивают уроки выживания в этом изобильном, но беспощадном месте. Для этого детеныша-крокодила стоячая вода посреди мангров, богатая пищей – идеальное место для жизни и для охоты. Когда ему не удается ухватить рыбешку на глубине, юный крокодил перемещается на мелководье. У берега рыбу ловить легче. Первым броском он хватает камешек. Полезно для практики, но не для желудка. Наконец-то удача. Но чтобы выжить, этому крокодильчику понадобится еще много удачных бросков. Лишь один из десяти новорожденных крокодилов доживает до зрелости. Еще одна потенциальная добыча. И возможность отточить свои охотничьи навыки. Теперь главное, чтобы добычу не отобрали такие же юные сородичи. Крокодильчик учится быстро. Мангровые деревья растут и процветают, адаптируясь к сложной среде. У воздушных корней множество функций. Они не только удерживают деревья и обеспечивают устойчивость при движении песков во время сильного ветра или приливов. Они фильтруют соленую воду, доставляют кислород листьям и задерживают осадок, создавая ил, в котором обитает масса живых созданий. Включая краба-скрипача. Выбравшись из норки, выли посреди мангровых корней, каждый краб-скрипач гордо размахивает огромной клешней, чтобы заявить свои права на территорию. Но во время прилива они поспешно ретируются по домам. Мангровый лес Служит своим обитателем яслями, укрытием и домом. Он ключевое звено в сложной паутине здешней жизни. Леса вокруг мангровых зарослей населяют одни из самых скрытных созданий в Коста-Рике. Гриф урубу Самка урубу выкармливает двоих птенцов. Чтобы удовлетворить их аппетит, она трудится без передышки. Засовывая голову в горло матери, птенцы стимулируют ее отрыгнуть пищу, которую она для них раздобыла. Доставив одну порцию, самка отправляется за следующей. Урубу не умеют находить пищу по запаху. Как правило, они полагаются на острое зрение. И период гнездования и взращивания птенцов у грифов урубу очень удобно совпадает с появлением на свет черепашат. Инкубационный период длится 50 дней. Из нетронутых яиц вылупляются крохотные оливковые редлеи. Теперь их единственная задача – добраться до океана, прежде чем голодные хищники доберутся до них. Обычно черепашата вылупляются ночью, когда их труднее увидеть. Но эти горимыки совершают свой нелегкий путь при свете дня, а значит, их шансы на выживание невелики. Эти крошки длиной всего 4 сантиметра совершенно беззащитны. Краб-привидение не в силах устоять перед таким лакомством, как новорожденные черепашки. Голодные урубу также ждут своей очереди пообедать легкой добычей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...